Предсказательная способность модели находится на почти приемлемом уровне Приемлемый уровень это 0.5 У нас чуть-чуть не дотягивает Выше, мы видим, были модели с более высоким R2 Однако, по мере удаления предикторов, которые незначимы, падал R2 Что закономерно, чем больше предикторов, тем выше у вас R2 Пусть чуть-чуть выше, но выше Итак, качество модели практически удовлетворяет У нас количество предсказаний по предикторам будет почти половина правильных и почти половина неправильных Чуть больше половины неправильных О чем говорит R2 скорректированный? R2 скорректированный позволяет сравнивать между собой модели Вот мы видим, что у нас сначала R2 скорректированный был вообще 0.431 Сейчас он выше, за счет чего? За счет того, что больше половины предикторов из модели ушло Вот сначала уходили предикторы, R2 оставался большим Предикторы уходили, R2 скорректированный рос Рос, 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 рос Потом начал падать В силу того, что начал падать и сам по себе R2 Переходим, смотрим на коэффициенты Находим опять же последний шаг Причем для лучшей интерпретации я копирую в Excel, вставляю Делаю фильтр для удобства И выбираю только последний шаг Правда, так не совсем удобно опять же Просто через поиск перехожу К 46-му шагу Вот этот результат нас интересует Итак, в целом, качество модели мы оценили Оно достаточно высокое Ну как, оно почти приемлемое Не достаточно высокое Почти приемлемое Эти предикторы позволяют прогнозировать С, собственно говоря, качеством почти 0,5 Все предикторы имеют уровень значимости Меньше 0,05 Сейчас отсортирую эти предикторы По величине, собственно говоря, значения коэффициента То есть по столбцу B В данном случае столбец C Но в таблице он называет столбец B Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...